За 7 месяцев текущего года на территории Новосибирской области зарегистрировано 1210 дорожно-транспортных происшествий. Из них 395 с участием пешеходов. Статистика тревожная. Кто в этом виноват больше, сказать нельзя, поскольку нарушают правила и автомобилисты, и пешеходы. Для снижения таких ДТП автоинспекторы проводят акцию «Пешеходный переход». К слову, очередная стартовала накануне начала учебного года и пройдет до 10 сентября. Участвуют в профилактической работе и местные власти. На территории Новосибирской области за 7 месяцев 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в среднем составило треть от общего количества ДТП. Чтобы подобных фактов стало меньше, в профилактической работе участвуют как правоохранители, так и местные власти. Одна из главных задач – обеспечить безопасность пешеходов на дороге и, в частности, вблизи образовательных учреждений. В Искитимском районе имеют выход на проезжую часть 27 школ и детских садов. Причем два образовательных учреждения стоят на дорогах регионального значения. Поэтому обустройство пешеходных переходов здесь осуществлялось за счет областного бюджета, в том числе возле школы в деревне Калиновка. Здесь мы видим пример того, как должен быть обустроен пешеходный переход. То есть у нас должно быть обязательно освещение, должны быть соответствующие знаки. Дорожная ненуровность должна быть обозначена и знаком, и разметкой на уровне проезжей части. Должно быть обязательно ограждение. И светофор Т7, то есть мигающий светофор, предупреждающий о движении и групп лиц школьников, и также автомобилистов. Чтобы именно так обустроить пешеходный переход, требуется почти 3 миллиона рублей. Средства немалые. Муниципальной казне такие траты не потянуть. Без поддержки областного бюджета не обойтись. На данные работы выделялась субсидия по программе развития автомобильных дорог местного межрегионального значения Новосибирской области. И у тех сельских советов, у кого были проектно-сметные документации, они, конечно, поучаствовали в этой программе, получили областные деньги. И за этот счет обустроили где-то частично, где-то полностью пешеходные переходы. На сегодняшний день эта работа закончена на 20 объектах. Вблизи семи образовательных учреждений района пешеходные переходы требуют дообустройства. В основном в Тальменском сельском совете у нас сейчас такая ситуация сложилась, что денежные средства и по светофору Т-7 на сегодняшний момент не освоены. И сельский совет нам не может назвать окончательную дату, когда будут освоены денежные средства. Этот пешеходный переход возле Тальменской школы появился несколько лет назад. Учителей работа дорожников не порадовала. Все, в общем, были сильно удивлены, задавая себе вопрос, а по этому пешеходному переходу дети должны откуда и куда переходить. Так как пешеходных тротуаров, по которым дети вообще в принципе-то должны подходить в школу, а не идти по проезжей части, их на тот момент не было и, кстати, их и на данный момент так до сих пор и нет. В начале мая текущего года Тальменский сельсовет получил из районного бюджета 150 тысяч рублей на установку светофора. До конца августа администрация обещала не только освоить эти деньги, но и за счет средств Дорожного фонда сельсовета обустроить возле школы тротуары и ограждения. К сожалению, на данный момент этот вопрос не сдвинулся никак с мертвой точки. Тротуаров нет. Возникает вопрос, заинтересована ли власть Тальменского сельсовета в обеспечении безопасности пешеходов. А ведь речь идет о детях. Между тем, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области поставило задачу закончить обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в 2020 году. Напомню, эта работа проводится в нашей стране по поручению президента Российской Федерации.